Даже забегая за чашечкой кофе, не забывай надеть маску. Вторят не только медики, но и сами баристы. Игорь Ибадов в своем маленьком, но уютном кафе всегда рад новым посетителям. Но не тем, кто пренебрегает санитарными нормами, введенными в области в связи с пандемией. Ну как, у нас достаточно большой поток людей. Обязательно. То есть мы в этом плане очень серьезно к этому относимся. Поэтому необходимы требования. Ну и кому нужны штрафы. А штрафы действительно можно схлопотать. Только здесь, в поселке 116-й километр, за все время действия постановления губернатора получили замечания более 70 точек торговли. На всех выписали административные акты. Семеро из них уже ждут судебного вердикта. Наказание грозит немалое. Штраф до 300 тысяч рублей и закрытие предприятия на три месяца. Впрочем, есть и приятная новость. Нарушителей становится все меньше, отмечает в районной администрации. На сегодняшний день данный контроль продолжается. И данный контроль усилен. Но радует тот момент, что уже юридические лица взяли на себя полную обязанность соблюдения этих мер. Скажите, у вас для посетителей, которые вдруг оказались в объекте без маски, предусмотрены выдача масок? В соблюдении масочного режима наличие разметки на полу установлены рециркуляторы и санитайзеры. Проверка требований Роспотребнадзора идет по чек-листу. Эта пекарня получает отметку 5. Мы следим за этим, соблюдаем строго и ответственно. Это очень важно и для нас, и для сотрудников, и для жителей всего города. Это безопасность, это наше здоровье. И все-таки эта коронавирусная инфекция, она достаточно опасная для всех абсолютно. Проверки работы объектов Потребрынка будут проходить до момента снятия всех ограничений по коронавирусу. О том, что еще не пора расслабляться, знают и сами жители. Я себя определился, и требования такие, поэтому куда деваться? Думаю, что это правильно. Передается воздушно-капельным путем, маска в любом случае сдерживает. Всегда в маски хожу, ну, чтобы не заразиться. Вот работа такая, я еще работаю. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.